Первая в моей жизни паническая атака Проигрывать всегда сложно Поддерживать, пожалуйста Это было болезненное поражение Не облажайся Я злая долго после матча Нарет на меня то, что куда я пошла Наверное, единственным моим другом была Друзей нет Абсолютно насрать на то, как мы выступим Тренисисты очень-очень суеверные Я их нюхаю, все их нюхают И это дает на подачу преимущества Но тогда меня прям накрыло жестко Если ты заткнешься, я смогу Счити, это Джуди Коммер Иди с Доной пообщайся, Векич Меня просто трясет Я хотела стать ветеринаром Здесь по городу, но собиралась уйти в легкую атлетику В интернете говорят, что и в теннис играть Это самое худшее, что может сделать человек В окружении спортсмена Там у меня другой текст покорил Смешно? Очень смешно Чао, какао, гайс Какао, чао Смешно? 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 что ты можешь делать в данный момент, да, на соревновании, там, на турнире, это поддерживать спортсмена, ну, хлопать ему, внушать ему какую-то уверенность, уверенность в себе, это как бы единственное, что может помочь. Вот эти переживания, нервы, когда тебя трясет, ты ходишь такой, показываешь любой вообще негатив, это очень плохо может сказаться. И на результате, ну, матча, и в целом на какой-то уверенности спортсмена в себе, так что этого делать нельзя. Нужно верить, ой, нужно верить, поддерживать, хлопать, это реально, это единственное, что может вообще помочь спортсмену в стрессовой ситуации. Вера, одежда, любовь. Вот, так что я считаю, всегда надо поддерживать. Это да. Поддерживайте, пожалуйста. Поддерживайте, кусть мандаринки. Вопрос для Даши. Даша сильно переживает, когда проигрывает, или уже иммунитет? Иммунитет, блин. У кого он есть вообще? Я переживаю достаточно сильно, да. Еще зависит от того, насколько обидный был матч. Например, после проигранного матча в Монреале Ленина Рыбакиной, это был очень, это было болезненное поражение. Понятно, потому что был очень крутой, насыщенный матч, который закончился очень поздно. В общем, все в этом матче было такое, что проиграть его было, конечно, очень. Кто бы его не проиграл, было бы очень обидно. Вот, и после него я отходила пару дней, и физически, и эмоционально. Вот, но так как следующий турнир в Цинциннате, он шел практически сразу, на следующей неделе он был, то мне это помогло раньше намного вернуться в строй. Вот, но в целом, конечно, всегда зависит от контекста матча. И от стадии турнира тоже очень зависит. И от турнира. Ну, я достаточно тяжело переживаю по поражению. Мне это сложно дается. Вот, все-таки не просто так. Я очень много работаю и стараюсь, и, да, переживаю весь этот стресс и прохожу через все трудности. И поэтому, конечно, проигрывать это очень, очень обидно. Но это часть тенниса. Нет такого спортсмена-теннисиста, который, например, не проиграл ни одного матча за год. Поэтому это абсолютно прогреши. Это часть тенниса. Сто процентов с этим сталкиваются все. Вот. Нужно через это уметь проходить. Это тоже часть игры, часть мастерства. Для иммунитета, вот. Мама, даривка тебе. Проигрывать всегда сложно. Я, допустим, когда не катала всю, ну, свою программу чисто, то есть даже ошибка какая-то где-то, неважно, там, на выбросе или на прыжке, я после этого просто шла в тренажерный зал и херачила. Я так не делала, просто расстраиваюсь. Просто плачу. Вот так. И я плачу. Плакала. Но я злая долго после матча. Вопрос обеим. Пару дней вдвоем в домике с камином в заснеженных горах или шезлонг на берегу океана? Знаете, шезлонгов было очень много, поэтому я выберу камин, снег и... И Новый год. И Новый год, да, пожалуйста. Без кенгуру. Да, я сейчас, особенно вот, ну, спустя год в туре, где все время плюс 40 практически, я бы тоже выбрала заснеженные горы, камин, глиндвейн, господи, это так классно. И бульдоску. И бульдоску у камин. Халюмика. Слятка. Вот, вот, вот. Случалось, что перед выходом на лед в голове были посторонние мысли? Конечно, нет никогда. Нет никогда, правда. Ну, честно говоря, перед выходом на лед всегда одна мысль. Это не облажайся. Ну, это реально. То есть, как бы ты ни был готов, отличный или средненько, мысль вот эта вот, она всегда с тобой. Не облажайся, пожалуйста. Но в целом, вот, каких-то мыслей, типа, ой, там в кинотеатрах вышел новый фильм, надо бы сходить. Такого нет, я не припомню, чтобы такое было. Может, в детстве, но опять-таки я не помню. Вряд ли. Но у меня было две ситуации, они абсолютно противоположные. Но, тем не менее, имеют место быть в моей биографии. Это когда первый раз мне перед выходом на лед было абсолютно пофиг. Вообще, вот, насрать на то, как пройдет соревнование. Причем это был очень важный турнир. Это был отбор на Олимпийские игры 2014 года. Но тогда, типа, там в команде происходила всякая херня. И поэтому, когда пришло время этого турнира, я была как-то эмоционально и физически уже просто истощена. И вот это был единственный раз в моей жизни, когда мне было абсолютно насрать на то, как мы выступим. То есть у меня не было ни адреналина, ничего вот этого, никакого ощущения перед соревнованием, которое должно быть, которое обычно помогает. Не было ничего. Абсолютно полная пустота. И было все равно то, как мы выступили. Ну, мы отобрались на Олимпиаду, на которую не поехали. Но все равно, как бы, типа, впечатления от того турнира были-то такие себе. А второй раз, это абсолютная противоположность. То есть это был мой первый этап Кубка. С Юрой Ларионовой я тогда первый раз выступала. И это вообще, по-моему, было наше первое соревнование. И мы катали четвертыми. То есть разминка, шестиминутка вообще не задалась. Была ужасно, ничего не получалось. И потом вот эти минут 25, которые ты ждешь. Я почему-то решила не снимать коньки. То есть у меня, во-первых, затекли ноги, а во-вторых, я ходила в этом коридорчике. Эти 25 минут, и меня начало жутко трясти. Прямо реально. Мне стало так страшно. Мне кажется, это была первая в моей жизни паническая атака. Реально. Меня просто трясло. Я не могла дышать. У меня подгибались ноги. Я думаю, что за херня. Это вроде бы... У меня не было никогда такого перед соревнованиями. Не до этого момента, не после этого момента. Но тогда меня прям накрыло жестко. Но каким-то чудом, я не знаю, мы вышли на лед, катали чистую произвольную и выиграли этот кубок. Этот этап кубка, короче. Но вот, да. Такие ощущения перед соревнованиями у меня были. Но опять-таки, как я уже говорю, мысль не облажайся. Она всегда присутствует. Продолжаем. Для чего теннисисты перед подачей проверяют мячи и по какому принципу их откидывают? Мячи, у каждого свой ритуал, на самом деле. Самый банальный будет сказать, что выбирают по тому, насколько новый мяч. То есть выбирают на подачу мяч новее, потому что он быстрее. И это дает на подачу преимущество. Но при этом у всех есть свои какие-то ритуалы, свои какие-то заморочки. Например, у какого был боя, когда спросить мяч, сколько мячей брать у каждого. У меня тоже есть, да, свои на этот счет моменты. Как-нибудь я расскажу свои ритуалы, у какого был боя мне нужно перед какой подачей брать мяч. Я как-нибудь об этом расскажу. Но в целом, конечно, всегда мяч выбирается тот, который новее. И это такой довольно-таки логичный ответ, логичное объяснение. Хотелось бы придумать что-нибудь поприкольнее, но конкретно с мячами работает так. С тем, у кого, у какого был боя брать, когда мяч работает чуть по-другому. Это можно будет ответить уже в следующий раз. Вот. И думаю, не только рассказать, но и показать наглядно, как я выбираю. Вот так. Теннисисты очень-очень суеверные. Я не знаю, честно, как другие спортсмены. Я знаю, что все спортсмены суеверные, но у теннисистов это сильно выделяется. Вот. Я это точно знаю. Практически у всех есть какие-то свои ритуалы. Вот. У меня тоже. Я про них рассказываю, про завтраки, про еду. Для меня вообще все завязано на еде всегда. Так что вот. Вот такие вот ответы. А еще постоянно новые мячи, когда я их нюхаю. Ну, все их нюхают. Они очень вкусно пахнут. Такой прям химозой. Так, вопрос обеим. Если бы можно было прожить день и жизнь любой знаменитости, кто бы это был? Но я бы... Я бы выбрала на так же Бьякас. Вот. Почему? Ну, чтобы ты выбрала меня, и мы все равно прожили бы день вместе. Хорошо. Да. Но я еще хотела сказать другое. Гламель, блядь. Нет, я бы хотела сказать, что день там из жизни любой какой-нибудь актрисы на съемках. Возможно, даже Джоди Коммер, да. Но нет, потому что мне... А Паластры? Паластры не так. Ну, хотя тогда, смотри, я не Джоди Коммер, но с Джоди Коммер. Чуть это Джоди Коммер, Блин. Просто иди с Донной пообщайся, Викич. Угомонись. День Донной Викич. Я думала, он не сильно отличается от дня Джоди Коммера. Ну, конечно, не знаю, уйти. Ну, да, да, подвизывайте тут сейчас. Наташа, у вас были друзья в фигурном катании, когда вы катались? Друзей нет. Друзья, друзья, друзья. Ну, начнем с того, что когда ты ребенок, тебе проще заводить друзей. То есть там на катке, в школе ты дружишь практически со всеми. За исключением некоторых людей. Но в целом ты, да, со всеми находишь общий язык, вы там всякой фигней страдаете и так далее. Потом со временем ты познаешь жизнь. Но давайте пропустим какой-то промежуток моей спортивной карьеры, жизни. И, допустим, возьмем последние лет шесть моей спортивной карьеры. И там я могу сказать, что, наверное, единственным моим другом была Лина Федорова. И я даже не скажу, что мы как-то вне катка там общались много. Ну, там переписывались или что. Но в целом, в основном наше общение, оно было на катке. Но мы могли общаться на любые темы. Это раз. Мы угорали просто над всем подряд. То есть у нас рты не затыкались. Мы когда встречались, все, мы нон-стопом болтали, общались. И это было круто. То есть, да, наверное, вот таким единственным ледовым своим спортивным другом у меня была Лина Федорова. Не то, что я со всеми остальными вообще не хотела общаться. Но просто, наверное, я такой человек, мне сложно начать это общение. То есть если только мне человек очень сильно нравится, я могу сама начать общаться. Но в целом мне сложновато. И поэтому, наверное, много друзей. Ну, не только по этой причине, но в целом много друзей. Во время карьеры на катке у меня не было. Ну, вот только Лина Федоровна. Но она сама такой человек. Она очень легко идет на общение. Она располагает к себе. И мне было реально с ней. Очень легко, очень круто. Линка топ. Очень смешная. Но потом, знаете, как так получается. Там один заканчивает карьеру, второй заканчивает карьеру. Как-то связи теряются. Ну, какая-то такая фигня. Также вопрос к обеим. Кем бы вы стали профессией, если бы не посвятили жизнь спорту? Я не знаю. Мне постоянно это задают вопрос. Но я не знаю. Я всегда играла в теннис. Я тоже всегда каталась. Но когда я была совсем маленькая, я хотела стать ветеринаром. Но с химией не сдалось. Это раз. А потом я хотела стать дизайнером интерьера. Вот это прикольно. Еще, ну, если не отходить от спорта, если бы не фигурное катание, я бы, наверное, пошла в легкую атлетику. Я много раз, ну, не много, а несколько раз я из фигурного собиралась уйти в легкую атлетику в моменты отчаяния. Но в целом я очень люблю бегать. Я бы не заметила. Вот. Легкая атлетка. Легкая котлетка. Легкая котлетка. Но сейчас, возможно, я бы была связана как-то со съемками. Может быть. Потому что мне нравится. Да мне, Митя, нравится. Так. Ух, тебе понравится этот вопрос. А мой ответ не смешной. Ты же сказал, ты не знаешь. Ты меня перебил. Ну, хорошо. И потом ничего не делаешь. Прости. Обычно ты перебиваешь. Давай. Кем бы ты хотел стать? Там не прохотел бы. А кем бы мог? А кем бы мог? Ты никем не мог. Ну, может. Меня отдали в теннис, когда мне было 6 лет. Теннис не спрашивает. Я играла, и все. И как бы вот так вот ты шел, и вот по сей день так и идет. Вот я ничего не знаю, кроме тенниса. Не задумывался. Не меня ничего не умею. Ты смотришь на какую-то профессию, такая, оба. Я ничего не умею. Да не важно, умеешь или не умеешь, но тебе нравятся какие-то вещи. Я ничего не умею. Ты есть. Я не знаю, кем я хотела быть. Дизайн интерьеров прикольный. И мне нравятся дизайны интерьеров. Да, ты всегда обращаешь на это внимание в отелях. Только в отелях. Как минимум. Ой, а бы туроператором была бы классно. Выбирать места, куда поехать, билеты. Какие-то стыковки, стыковки, аэропорты или аэропорты. Аэропорты, наверное. Аэропуэртусы. Ну, в этом ты прям мастер. И всякие отели, там всякое такое. Это у меня прям хорошо получается. Короче, туроператор и дизайн интерьера. А я, может, еще кондитером? О! Конкурент в Аленке. Там нет конкуренции. Твой фисташковый кекс. Боже мой. Это вообще. А это вот именно, когда первый раз вот его дал, привез. Вот он меня покорил. Только тогда? Ну, нет. Там меня другой кекс покорил. Оставляем. Господи. Смешно? Очень смешно. Я сговорю, я гений! Ты бы могла быть стендап-комиком. Как Лизка Аранова. Да. Теперь вопрос, который Дашу очень понравится, зачитывай. Расскажите о своей любимой еде и любимых заведениях, включая Москву и Питер. Господи. Конец-то нормальный вопрос. Значит так. Начнем. Вот просто первый, который приходит на ум. Это наш любимый ресторан. Он находится в Барселоне. Да. Ресторан японской кухни. Японский фьюжн. Рабата. Это просто... Там невероятный, во-первых, Порнстар Мартини. Лучший. Лучший, который мы пробовали. А мы попробовали их в разных местах. И суши там невероятные. Там просто все какое-то. Там и атмосфера очень приятная. Прям вообще очень суперкруто, классно. Спасибо вам, что вы есть. Идем туда через несколько дней с Ксюхой. С Ксюхой. Вот. Блин. Сейчас вот прям... Это мне надо по отдельному выпуск сделать на эту тему, да? Нет. В самое сердечко сейчас. Вот эти места в Москве и в Питере. Господи. Я обожаю. Я все забыла. Значит так. В Москве. Ну, все реклама сейчас будет, конечно. Но самое наше любимое. Это куда мы ходим еще с Виксусом. И с Кексусом. И с Кексусом. Ну, все знают Магадан. Господи, мы там этими креветками. Просто до синего кальяна. Я, кстати, там один раз только с вами была. А мы там были много раз. Вот. Им очень нравится кальяная Москва-Сити. Редвуд. Там картосочка невероятная. Да, но это им нравится. Кальяная. А мне нравится картосочка. И там глинтвейн очень вкусный. Глинтвейн был, по крайней мере. В Питере у нас... Счастье. Маши любимые. Счастье. Рибайна очень нравится. Мансарды напротив этого Four Seasons, где мы... Короче, вообще рестораны, особенно турнирах, вот мы знаем, которые вот поблизости, там, в пределах километра, чтобы было удобно проходить. Я всегда больше по кофейням и пекарням. Да. В Москве ещё кофемания, там есть вкусные позиции, и это нас очень не связывает. В Москве ты меня повела в 1800 градусов. 1800 градусов, да. Ну, там не только бранчи, завтраки, там и обеды, и ужины, но завтраки мне там очень нравятся. Блин, я сейчас смотрю, постоянно все выкладывают, те кто в Москве, какие-то места классные, вкусные, всё такое. Господи, я думаю, морази. Морази. Хорошо, а что по любимым блюдам? Я люблю больше всего, наверное, суши, вот такое японское, но не классическое японское, а такое адаптированное, типа, как в Рабате. Всякие тартары с тунца, вот всякие сушки, очень люблю. Пиццу, пасту люблю итальянские, но, типа, ем меньше, чем суши. То есть, если вы выбираете, я бы выбрала скорее вот азиатское, японское. Я обожаю стартеры, антипасты, вот это вот всё, просто я могу только ими питаться. Обожаю. А ещё я обожаю десерты. А я, кстати, вот как раз именно десерты как десерты вообще перестала почему-то есть заказывать, как-то вот из них обходится. Не все десерты. Ну, я имею в виду сладкое, люблю печеньки, шоколадки. Мармеладки. Мармеладки. Торты не очень люблю, но, типа, если какой-нибудь классный, прикольный, то нравится. Я люблю всякие тартарики, карпаччо, бураты, всякие хамончики, эти, прошутики. Хотите, все такое. Люблю также пиццу, люблю пасту недавно. Вот, люблю, кстати, вспомнила, что мне очень нравится карбонара классическая. И тут именно вот по правильному рецепту. Гриша мне нравится паста. Песто, естественно. Просто всё называю. Вся еда. И мяско люблю. Мандаринки, судя по всему. Мяско тоже очень люблю. Авокалии, тосты твои обожаю. Ну, я, короче, очень люблю кушать. Я ничего не могу с этим сделать. Я просто обожаю кушать. Я так люблю есть. А я тебя люблю. И суши люблю. Суши просто. Суши, кстати, это вот та еда, которую я могу вот есть. И мне с неё не тяжело. И на желудок прям вообще шикарно заходит. Вот так. И последний вопрос. Любовь есть? Пить. Любовь есть, друзья. Всё, пока. Любовь пить. Тебе сопли хочешь высморкать? Не, нормально. Пусть все слышат, что я страдаю. Мурмяу, мурмяучки, мурмяу. Мурмяу, мурмяу, мяу, мяу, мяу. Гусон. Ох, что ты мейкап? Переда. А почему ты так решила сделать? Как? Ну, в таком стиле. Ну, что динамики, потому что мы сидим просто, блядь, вот так вот 50 минут, нахуй, картинка не меняется. Третья вопрос. Э, нет. Третья вопрос. Окей. А ты знаешь, что, когда ты тверкаешь телефон, там помехи идут? Я такая говорю, мне не надо. Да, она такая. В смысле? Подожди. Подожди. Стой, стой. А у тебя нету персонала, ты знаешь, почему? Потому что я весь себя знаю. А там, кстати, ты даже дольше, чем со мной. Потому что ночью ты спишь. Ты в 10 уезжаешь, возвращаешься в 5. Это сегодня. И в 9 ты засыпаешь. Это я сегодня вернулась, в 5. Ёпта. С кукольным. Мы так никогда не закончили. Хорошо. Мы пока ответили на один вопрос. Что? Наталья. Нет, ты же скажешь, question for Natasha. Question for Natasha. Экстремистский мандарин. Окей, questions... Questions. У тебя все во множестве на моем. Блин, так снимается, шкурка хорошо. Я выбирала эти мандарины, искала глаз, нашла, да. Ты невероятная. Я люблю тебя. За мандарин. Не только ты бурат купила. I do it funny. That's the thing. No, this question is serious. Восьмой. Я это... Лаун. Ты мэлман, блядь. Я злая долго после матча. Просто пробую разные варианты, что тебе сказать, но... Или что сделать, или уйти, а ничего не подходит. Если я говорю, типа, если я думаю, что ей нужно время побыть одной, она орет на меня то, что куда я пошла, если я не ухожу и говорю, типа, какие-то там слова, она орет, что... У меня просто надо поорать. Я не пью пиво. Друзья? А кого ты звала? Услышишь в выпуске? А в смысле? Я отвечаю, если ты это вырежешь, я тебя порешаю. Я специально все делаю. Вкусные мандаринки такие. We wish you a merry christmas. Сейчас, нет, надо... Все новогодние песни забыла. В лесу родилась елочка, в лесу... Росла. Это немного интерпретация моя. Нет, другое. Dingle bed, dingle bed, dingle bed, dingle bed, dingle bed, русского. И уносит меня, и уносит меня. Ладно, продолжим. А уенная интерпретация. Все, мы не сможем. И если ты заткнешься, я смогу.